доброе утро дорогие доброе утро дорогой андрей александрович и так сегодня среда середина недели немного поговорим о стройности очень интересная важная тема на очень большая невозможно за несколько минут его раскрыть но так тезисно пройдемся есть две категории людей которые стройные которые не стройные хотя казалось бы и возрастные рамки примерно одинаковые и прием пищи одинаковый но почему-то метаболизм разный какие-то факторы играют разные патологические факторы физиологические и психологические ну психологические например остановимся на этом женщина одна пришла и говорит вот мне достаточно посмотреть на кусок хлеба я сразу поправляться начинаю в приглядку набираю вес нужно учитывать что человек может себя вознаграждать например одиночество и он радуется своему одиночеству приходит домой нет храпящего мужа никто не беспокоит не надо суетиться посуду мыть двигаться проявлять какую-то активность тратить калории на заботу и беспокойство соответственно калорий не тратится человек себя вознаграждает заедает стресс заедает напряжение заедает одиночество мало двигается еще плюс сидячая работа добавляет напряжение определенного да вот и таким образом человек может набирать в массу тела нужно также учитывать что физиологические примерно от 20 до 60 лет мы одинаковы что мужчина что женщины подвержены одним и тем же законным правилам стройности соответственно некоторых метаболизм более мощный эффективнее работает у других не работает микрофлора например а так как отдельно органы система которая должна правильно перерабатывать энергию мы понимаем что часть пищи не усваивается и выводится через желудочно-кишечный тракт понимаем что 30 процентов только энергии тратится на переработку той пищи которую мы принимаем например на 300 калорий мы приняли пищи 100 калорий уйдет только на то чтобы переработать эту пищу при этом мы понимаем прекрасно что психологически человек попадает ловушки загоняясь о ловушке он думает что ничего есть а на самом деле он просто не умеет калорий считать но даже не в этом дело патологически психологическая такая предрасположенность в массе мы понимаем что есть генетическое предрасположенность широкая кость так называемая это тоже все это заблуждение на самом деле это просто дисциплина питания хорошее физическое здоровье нужно выстроить выстроить динамику движения чтобы тратить эти калории и приводить психику свою в порядок когда мы в круг ответственности включаем несколько человек стрессуем то масса тела будет нарастать это закон это правило некоторые замечали по мне и замечали по себе когда вы едете на подспалом чисто нарко им какие-то другие места силы то непроизвольно манипура надувается живот раздувается видели директора такие все ходят важные у всех манипура вот такая и как только ответственность завершается отношения меняются живот стягивается уменьшается по объему вот такие интересные психологические энергетические наблюдения ну и плюс ко всему например женщина замуж уходит или встречается с мужчиной а ему нравятся широкобедры чтобы мясо было на теле ну такой вкус а женщина наоборот старается через эти отношения через любовь по стране поменять себя построиться оказывается подстраиваться не надо будь толстой и красивой и женщина непроизвольно начинает массу набирать по желанию своего мужчины плюс обмен энергией плюс такая своеобразное озеркаливание мы же знаем что люди вместе побыли какое-то время не даже внешне начинают походить друг на друга эмоции движения форма тела мимика масса одинаковая соответственно если женщина контролировала свою массу а если у них только ответственность несколько детей муж который накормить заботиться ухаживать соответственно масса тела будет повышаться и доедают за детьми да но учесть что очень много энергии тратится когда дети рождаются другой метаболизм мы смотрим ну смотри вообще казалось бы и съезд не в коня корм монора съедает а стройное мы же не знаем ритм человека в течение дня его метаболизм только на работу мозга и сердца 65 процентов энергии тратится понимаете поэтому у кого-то мозг разогнался и он очень много энергии тратит через умственную работа через динамику и движение плюс все другие внутри органа тоже необходим определенной энергии подпитка поэтому метаболизм может меняться есть психологические методы мы знаем заедаем стресс и чак вознаграждает себя уединяется вознаграждает почему так происходит да потому что нет дисциплины и общество так вот придумала что есть наркотики есть алкоголь есть вредное а есть полезное все полезное должно понять невкусное углеводы расщепляется тяжелее медленней намного медленней то если вы пироженку съели и запили кофе это полноценный прием пищи много килокалорий и это будет откладываться в жирок психологическое состояние человека предполагает вот нарушение этого баланса когда человек себя вознаграждает когда заедает стресс и тем самым компенсирует поэтому вредные привычки это пончики есть есть шоколад тоже вредные привычки а кто сказал что это полезно только нет такого отношения как наркомании наркотические вещества принимается булочки принимаются шоколад принимается тоже наркотики нужно осознать понять что мы слишком страстные нам нужно компенсировать если где-то убавляется должно где-то прибавиться стал человек дисциплинированно бросил курить он конечно чем будет замечать сладким будет заедать набирать массу тела и в конечном итоге на выходе что происходит он ничего не трансформировал в себе психологически он правильно не сонастроил себя не подготовил к этому определенному резкому резкой такой трансформации вот придумал в голове захотел я быть стройным и все надо правильно подготовиться созреть продиагностирует свое физическое состояние подготовиться ментально к тому чтобы ваши рецепторы обновились потом добровольный отказ от пищи замечательно на 36 часов а 42 часа допустим и потом возьмите горбушечку хлеба и скушайте через это время вы поймете как ваши рецепторы обновились как в корм входит как говорится а так человек просто у него желудок растягивается пищевод растягивается растягивается кишечник рецепторы выключается ферменты перестает нормально работать сейчас просто волчий голод включается и как не в себя как в току бросает есть пытается создать какое-то иллюзию насыщение на самом деле это наркотическое опьянение по большому счету через пищу психологическая дисциплина и исключение психологических проблем четкая оценка и так дорогие мы с вами выяснили что есть психологическая стройность когда метаболизм разогнался когда человек активный внутри и внешне он стройный и есть психологическая загрузка когда человек круг своей ответственности берет других людей тащит на себе чужой груз это может добавлять ему деформацию метаболизма то есть он есть но эта энергия не усваивается или усваивается идет жиры набирается масса тела заедает стресс берет от себя в чужой груз психологически и тогда и физическое тело подвергается определенному прессингу также большое значение имеет от партнера обратная связь обмен гормонами обмен желаниями пожеланиями какая должна быть для него женщины и это может влиять на массу тела даже смена фамилия может поменять массу тела что делать для того чтобы быть стройным психологически себя прокачивать изучать наблюдать анализировать ту информацию которая вокруг не вовлекаться в пустое и ненужное пить водичку режим питания выстроить режим нагрузки нужно выстроить ну и психологический режим также нужно выстроить снять стресс и переработать их осознать отпустить и так сегодня мы с вами работаем на стройность а то чтобы чувство ложного голода проходило чтобы не заедали стресс а если стресс создать те окружающие люди которые в круг своей ответственности включили значит выстраивая отношения качественно между вами и ними и так дорогие сделать их глубокий вдох и плавно мягкий выдох глаза закройте посидите несколько минут спокойно переформатируем сформированные новые нейронные связи на том чтобы лишний вес уходил без складочек всех мест которых вы больше всего желаете показали глюкоза также меняется принимаем пищу легко перевариваем усваиваем освобождаем энергию независимо от вашего сознания чувство ложное ложного голода убираем легко к пище относимся не привязываемся к кормушке не вознаграждаем себя а правильно регулируем ритм питания еда это лекарство поэтому еду надо как лекарство принимать что потом лекарства не принимать за место еды потом все эти объедания жадность когда человек хватает слишком много и проглотить не может отпускаем тщательно переживаем пищу правильно принимаем и вовремя принимаем преодолеваем силу инерции выстраиваем правильный график приема пищи физическая психическая активность лишний вес уходит без складочек всех мест с которых вы больше всего желаете омоложение стройность хорошее физическое самочувствие учитывая различные патологические процессы которых вы не знаете омоложение стройность легкость хорошее физическое самочувствие учитывая различные патологические процессы которых вы не знаете их исключаем идет процесс исцеления стройности психологическая физиологическая энергетическая совместимость с родными и близкими правильно выстраиваем ритм питания регулируем получаем удовольствие от приема пищи но не наслаждение удовольствие быстро насыщаемся легко усваивается пища нейтрализуем стремление к перееданию жадность этой умеренность стройность комфорт обновляются рецепторы при небольшом количестве приема пищи есть насыщение насыщение стройность омоложение хорошая физическая форма стройность омоложение лишний вес уходит кожа подтягивается тело упругое легкое на подъем активность физическая физическая физиологическая норма попадаем в ритм питание дыхание физические психические упражнения находим баланс между вами и ритм питания стройность омоложение здоровье итак мы перестроили ваши неровные связи настроенность омоложение сделайте глубокий вдох и на выдохе глаза открываем сеанс завершается люблю благодарю исцеляю защищаю намастэ дорогие андрей александрович любим намастэ намастэ отличного дня отлично отлично